Всем привет, дорогие друзья, вы на канале DudaPlay и мы сегодня играем в игру Plague Incorporation. В этой игре мы будем смотреть, за что мы будем играть. Бактерия, смотри, бактерия, вирус, грибок, червь, паразит, приум, вирус некруа, нано-вирус, биооружие и тут пошли уже дальше семянский гриб, сумеречная чума и так далее. Но они у нас пока еще заблокированы, поэтому играем за бактерию. Перестройка гена, так вставить ген, а то тоже у нас все подзакрыто. Ну для новых игроков или желающих быстрой игры. Средний, здесь уже люди моют руки, врачи работают на 3 дня в неделю. Давайте выберем средний и назовем нашу бактерию. Сейчас придумаю. Корона, корона. Давай придумаем. Корона. Коронабактерия. Коронабактерия. Играть. Добро пожаловать в Plague Incorporation. Вы бактерия. Для победы вам нужно развиваться, распространиться по мини всему миру и уничтожить всех людей. Вот такая игра. Выберите стартовую точку. Выберите страну для начала заражения. Когда вы кликните на ней, вы можете увидеть больше информации. Понятно. Выбираем, конечно же, попробуем с Китая начнем. А здесь выберем именно место, где мы хотим. Давайте здесь. Здесь есть аэропорт, а это нам очень даже нужно. Ну что ж. Поехали играть. Коронабактерия распространилась на страну Китай. Болезнь коронабактерия заразила первого человека, но она еще слишком слаба. Используйте очки ДНК. Деразите болезни, чтобы заразить больше людей. Есть. У нас есть один зараженный. Хорошо. Ждем. У нас есть одно очко. Да? Что у нас по болезни? Так, что мы сможем здесь посмотреть? История развития, пятипередачи. Давай выберем кровь. Болезнь может передаваться через кровь. Повышается вероятность мутации и заразность болезней, особенно в бедных странах. Нет, мы выберем по воздуху. Патоген получает способность переноситься частицами пыли. Лучше распространяется в засушливом климате и самолетами. Отлично. Пока мы не можем развить. Хорошо. Ждем. Ждем, пока будут заражаться. Смотрим. Оба. Щелкивайте оранжевые пузыри. По мере того, как они будут случайным образом появляться. Тогда сам бонусные очки ДНК, которые можно использовать для развития болезни. Хорошо. Нам нужно 9 очков. Чтобы по воздуху развить, да? О, 3 зараженных, 4. О, смотри, растет у нас заражаемость. По миру у нас получается только в основном Китай. Ага. Что ждешь? Жаркие страны становятся еще жарче. Так, глобальное потепление. Ждем. Можно увеличить скорость. Скорость увеличиваем. Вот, залезли 10 зараженных. Наши бактерии 11, 12, 13 растет. Коронабактерия начинает распространяться. Коронабактерия передается человеку к человеку в стране Китай. Число зараженных растет в геометрической прогрессии. Вы можете управлять болезнью, развивая ее характеристики. Будем развивать. Нам главное сначала распространиться. Опачки. Нам нужно распространиться в Китае, а потом будем распространять по всему миру. О, 100 зараженных. 130, 140. Отлично. Хорошо. Идет заражаемость. Вирус коронабактерии заразил сотни людей. Вирус коронабактерии заразил сотни людей в стране Китай, повысив шанс инфицирования здоровых людей, от уже зараженных. Продолжайте развивать свою болезнь. Развиваем. Оно, подожди. У нас есть очки. Давайте попробуем развить по воздуху. Есть. Болезнь выживает в воздухе длительное время. Лучше распространяться за сушеным климатом самолетами. Развиваем. Хорошо. Смотрим. Вы успешно развили болезнь коронабактерии. Ага. Все, ждем. Заражаемость. Вот. Заражаемость выросла. Смотри, тысячи человек уже заражены. Полторы. Началась неделя хомячков. Астрологи провозгласили неделю хомячков. Прирост хомячков и у хомячков Берсеркеров удваивается. Хомячки. Зачем нам эти хомячки? Интересно. Что ж, будем ждать. Коронабактерии заражают людей тысячами. Болезнь коронабактерии заразила тысячи людей. В стране Китая распространяется все быстрее и быстрее. Хорошо. Подождем. Давай на максимум увеличим. Сейчас посмотрим, что получится. Так. Болезнь коронабактерии пришла в страну Центр-Азия. Центр-Азия. Еще одна зараженная страна. Ваша болезнь становится эпидемией. Когда новая страна заражается, появляется красный пузырек. Щелкайте по нему. Хорошо. О, это новая страна у нас заразилась. Понял? Вот. Уже 100 тысяч зараженных. 200-300 тысяч. Хорошо. Нам... А, у нас очки... Сколько? 20? Ага. Щелкайте красные пузырьки, чтобы получить очки ДНК. Красные пузырьки инфекции появляются, когда болезнь заражает новую страну. Это понятно. Давайте улучшим по воде. Патоген может выживать вне тела в свежей теплой воде, что улучшает его распространение во влажном климате и кораблями. Развиваем. Информация. Патоген может выжить в химической обработанной воде, что улучшает его распространение во влажном климате и кораблями. Так, это сколько у нас это стоит? 18? У нас пока нет такого денег. Мари, насекомыми. Птицами. Ну, насекомыми мы подождем. О, Австралия заразилась. Отлично. Австралия. Богатая страна с развитой медициной. Чтобы распространиться быстрее, болезнь должна иметь устойчивость к лекарствам. Хорошо. Ага. Все больше стран. Казахстан заразился. Отлично. Заразник туберкулеза. Болезнь коронабактерия заразила больше людей, чем туберкулез. Это очень заразная болезнь. О, смотри, сколько сразу. Странта заболела. Ага. Мир можно посмотреть. Мир. Так, отлично. О, Великобритания заразила ВИЧ. Даже болезнь коронабактерии заразила больше людей, чем ВИЧ. Это крайне заразная болезнь. Это сколько у нас? 109 миллионов. 109 миллионов зараженок. Да? 109 миллионов, получается. У нас зараженных ВИЧ где-то в мире. Ну, если она больше, значит, меньше 100 миллионов. Ну, это очень много 100 миллионов. А, симптом аномия мутировал. Болезнь коронабактерии мутировала и приобрела симптом аномия. Так, а ну-ка, подожди. Где аномия у нас? А где симптомы? Вот у нас получается, смотри. Ага, симптомы. Ага. Нам нужно откатить. Да. Нам пока не нужны никакие симптомы. Симптоматику мы... Нам не нужна эта симптоматика, понимаешь? Симптоматика нам не нужна. Умение. Устойчивость к лекарствам. Нет, давай мы пока передаем. Нам нужно передать, что сделать. Вот голубями хорошо было бы, птицами развиваем. Все. Пойдет пока. Ага. Вот, смотри, уже пошли страны болеть. Так, отлично. Давай помедленнее немножко сделаем. Не успевай нажимать. Все. Китай, смотри, нормально. Заразился. Саудовская Аравия. 19 человек всего лишь. А, ну, Россия. О, Россия уже 500 заболевших. Офигеть. А Соединенные Штаты, то 15 всего лишь. Ближний Восток празднует фестиваль любви. Ближний Восток проводит фестиваль любви вместо Международного дня поцелуев. Критики подвергают сомнению гигиенические нормы. Ага, 50 очков у меня уже. Подожди. Давай комаров. Значит, насекомые становятся разносчиками инфекции. Хорошо. И мне нужно еще, знаешь, что сделать? Симптоматику мы не трогаем, мы трогаем умение. Умение, устойчивость к теплу. Да. И устойчивость к холоду. Чтобы в таких странах, где холодно, она хорошо развивалась. И тут есть еще устойчивость к бактериям. У бактерий создается оболочка для защиты от любых климатических условий. Да, отлично, конечно. Почему бы и нет, нам бы это сразу было нажать. Так, в мире уже получается сколько? Полтора миллиарда человек, смотри, заразилось. Офигеть. Вот, пошли, пошли заражаться. Хорошо. Так, посмотрим. О! Украина пошла. О, симптом кашель мутировал. Болезнь коронабактерии мутировала и приобрела симптом кашель без траты очков ДНК. Делаем откат. Симптомы. Кашель. Откат. Да. Нам симптоматика не нужна. Нам нужно увеличивать пути передач. Смотри, домашний скот. Домашний скот разносит инфекцию. Повышается вероятность мутации болезни и ее заразность, особенно в сельских странах. Повышается скорость передачи болезни через насекомых. Повышается вероятность мутации. Так, давай-ка через крыс. Блохи становятся разносит инфекции. Отлично. И умения. Умения. Что тут есть по умению? По умению у нас пока очков, к сожалению, нет. Столько очков, чтобы умением делать. Нам нужно всех позаражать. Увеличиваем скорость. И идем дальше. На заражение. Так. Хорошо. Заражаем. Ага. Зарази необычной простуды. Болезнь коронобактерия заразила больше людей, чем обычная простуда. Это невероятная заразная болезнь. Заражаем всех, заражаем. Набираем очки умения. Италия пошла заражаться. Симптом кашель мутировал. Так, опять, смотри, мутация идет. Кашель, симптоматика убираем. Идем откат. Зачем нам кашель? Ну, возможно, заражение путем распространения патогена в окружающей среде, особенно в городах с высокоплостью населения. Это откат, да, откат. И умение. Умение мы сделаем устойчивость к лекарствам. Патоген труднее поддается анализу в лаборатории. Уменьшается скорость будущих исследований. Конечно, развиваем. Вот, смотри, патоген не воспроизводится в лабораторных условиях. Уменьшает скорость будущих исследований. Тоже развиваем. Ну, все, дальше идем. Вот, смотри, сколько зараженных. Офигеть, смотри, все красное. Все это отлично, отлично. Главное, чтобы все инфицировались. А потом начнем мутирование. Потом начнем мутацию. Мутаген, смотри, в Соединенных Штат Америки. Смотри, они не очень даже таки развиваются. Симптом бессонницы мутировал. Болезнь коронной бактерии мутировала и приобрела симптом бессонницы. Нет. Симптомы бессонницы убираем. Неспособность нормально высыпаться делает людей раздражительными и менее продуктивными. Нет. Откат идет. Делаем откат. И умение увеличиваем в устойчивость к лекарствам. Повышается развитие устойчивости к лекарствам. Да-да-да. Пути передачи давай увеличим. Болезнь может передаваться через кровь. Да-да-да-да-да. Через кровь это хорошо. Сейчас будет больше заражаться. Да, практически весь мир уже скоро будет заражен. И потом начнем мутировать. Теперь мне нужно набрать побольше очков опыта, чтобы... Офигеть, заражается как. А, Саре, Канада вообще практически не заражена. Часть Африки заражена. Ну что ж. Симптом киста мутировал. Боиск коронной бактерии мутировал и перебрал симптом киста без трат очков. Нет, нам не нужна некая симптоматика. Киста убираем. Хагические реакции нет. Это все убираем. И умение, умение мы сейчас... Смотри. Информация. Пересобранные цепочки ДНК инфекции. На разработку лекарства уйдет больше сил и времени. Развиваем. У нас осталось 8 очков ДНК. Так. Тут мы ничего не можем пока развить. Ждем. Ждем дальше. Ждем дальше развития. Вот, смотри. Весь мир почти что мутировал. Так, это не надо. Все-все-все, смотри, как заражается. Офигеть, весь мир заражен. Симптом киста мутировал. Хорошо. Ладно, сделаем мутацию, пускай. Новая легкая болезнь и все распространяется. Врачи в стране Финляндии нашли новую болезнь. Названную коронабактерией. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. Это мы то, что кисту сделали с тобой. А чтобы убивать, развейте болезнь коронабактерии. Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем. А в мире не осталось здоровых людей. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью коронабактерии. А теперь мы будем делать либо умения, нет, не умения, а симптомы. Аллергия. Повышается склонность к аллергическим реакциям, способным расстроить иммунную систему, особенно уязвимые богатые регионы. Это сколько стоит у нас? А, это у нас что такое? Полности зараженные ткани очень болезненные и выступают в качестве питательной среды. Для патогена повышается заразность. Ну, мы сделаем, знаешь что? В пути передачи сделаем домашний скот. Разовем. Все. А теперь будем ждать, когда у нас будет мутировать вирус. Не вирус, то есть, а бактерия. Посмотрим. Опачки. Так, эти штуки мы должны собирать. Это у нас начинает... А что у нас там по информации? Давай посмотрим. Статистика. Все здоровые, но зараженные полностью все. Пока никто не умер. Но нам нужно мутировать его, чтобы она была мутация. Сейчас подождем. Увеличим на максимум. Ничего не происходит. Симптом сыпь мутировал. Смотри. Болезнь коронабактерий мутировала. Приобрела симптом сыпь. Ну, пусть будет сыпь. Марокко. Значит, работа над лекарством. Марокко поручает медикам разработать лекарства от болезни коронабактерии, но без должного финансирования исследования. На это уйдет много времени. Шесть очков у нас. Коронабактерия под санитарным надзором. ВООС ведет серьезное наблюдение за мутацией болезни коронабактерия. Проявительства предупреждены, что может появиться смертоносный штамп этой болезни. Ну, а пока у нас шесть очков опыта. Италия лидирует в разработке лекарства. Италия посылает медиков в зараженной стране. Надеюсь, ускорить лечение лекарства коронабактерии. Да, конечно. У них в Италии и так все заражены. Щелкайте синие пузырьки, чтобы притормозить лекарства. Лекарства. Хорошо. Но, как бы, нам это ничего не дает. Италия закрывает сухопутные границы. Мне нужно... Смотри, если мы делаем откат, то только два очка возвращается. Но, в принципе, они-то все заболели. Делаем откат. Они-то все заболели, правильно? Поэтому мы получаем очки опыта. Не знаю. Проверим. И делаем симптомы. Увеличиваем. Ага. Потоотделение. Развитие потоотделения нет. Мы будем здесь развивать. Полость зараженной ткани очень болезненная. И выступает в качестве питательной среды для патогена. Повышается заразность. Заразность. И еще информация. Информация. Смотри. Нарушение процесса роста клеток вызывает образование неконтролируемых фатальных опухолей. О, отлично. И у нас больше нет ничего интересного. Ладно, ждем. Ждем. Корея. Первая смерть от болезни. Первая смерть от болезни коронабактерии подтверждена в стране Корея. В течение обстоятельств или начало катастрофы. Все, начинают умирать люди. 600 миллион. Уже 2 миллиона. 3 миллиона умирает. Так, это не надо лечить. Мы закрываем. Вот очки опыта получаем. Анонс девайса. Компания Apple Soft. Анонсировала новый девайс. Айкури. Для ускорения разработки лекарства от болезни коронабактерии. О дате выпуска девайса пока не сообщается. О дате выпуска. Так, умирает хорошо. Так, 4 очка. Всего лишь опыт опыта. Так, надо что-то развить. Сколько это стоит? 19 очков. Пути передачи. Давай уберем откат. Сделаем, да. И здесь везде откат. Получим очки опыта. 10. 10 у нас есть. И симптомы. Это что такое? Гемофилия. Так, повышается заразность. Ухудшается заразность крови. Нет, мне нужно что-нибудь такое. Поражение органов и тканей. Вызывает инфекцию всего тела. Чаще всего фатально. 10. 19 штук стоит. У меня столько нету. У меня столько нету очков этих. Геном болезни коронабактерии полностью исследован. Геном болезни корона полностью изучен учеными. Сотрудники ВОЗ говорят, что это достижение поможет создать вакцину. Гады, они сейчас вакцину создадут. Если они создадут вакцину, то... Я... А, разработка лекарства на 25%? Ё-моё. У меня ещё пока... Что же делать? Много очков я потратил. Очень много очков. Так, 16. Мне надо 19. Мне надо 19. Ещё немножечко очков и я добавлю что-нибудь интересное. Это что такое? О, внутреннее кровотечение. Разрушение артериальных мембран приводит к быстрому внутреннему кровотечению и смертности. И смерти. То есть, развиваем мозг. Геморрагический шок. Резкое снижение объёма крови вызывает кислородное голодание, потерю сознания и смерти. Стоит 26. Пока нет, столько. Погибло больше людей, чем от чёрной смерти. Статистика показывает, что от болезни короны бактерии умерло более 75 миллионов людей. Во всём мире. Это больше, чем от чёрной смерти. Чёрное оспу, что ли? Так, совет. Боритесь с разработкой лекарства. Можно двумя способами. Препятствовать от разработки лекарства. Делать болезнь всё смертельнее. Это более заметно людям. Или развивать устойчивость к лекарствам. Это менее заметно. У меня там всё развито нормально. Нам главное сейчас очки опыта добавить. Погибло больше людей, чем от испанки. Смотри, умирает много. Много умирает. Приоритет всего мира. Разработка лекарства. Приоритет всего мира. Весь мир будет придумывать, как же вылечиться от этой бактерии. Так, ну и умирает хорошо. 300. Сколько там у нас? Блин, мы не успеем, наверное, сделать ничего. Так, от оспы. Очень много умерло людей. Больше, чем от оспы. На 75% подожди. Алло. Давай умение что-нибудь посмотрим. Если мы сделаем кат раз, два, четыре, пять, шесть. Раз, шесть, двенадцать. А симптомы у нас здесь нужно, аж двадцать шесть очков. А здесь двадцать. А если мы здесь откат сделаем? Нет, ладно, ничего не будем трогать. Посмотрим, как дальше будет. Сможем? Зарези, нет? Тайна олимпиады в Рио. Решение о задержке проведения олимпиады в Рио все еще окружает тайна. Организаторы заявляют, что ее объем в скором начале, но ничего не сообщают о причине задержки. Ну, понятно, что бактерия, естественно, людей умирает. Вот, смотри. Так, разработка лекарств завершена на 95%. Ну, давайте, давайте. Лекарство от болезни коронабактерия готово. Разработка лекарств от болезни бактерия корона полностью завершена. И лекарство уже распространяется по всему миру. К сожалению, смотри, все-все-все-все-все-все, смотри. Все-все-все, умирает миллион. Миллиард или сколько, или миллион? Ну и все. Подсказка. Коронабактерия начинает пугать. Чем страшнее становится болезнь коронабактерия, тем больше люди будут страдать, разрабатывать лекарства от нее. Помните, это развивая болезнь. Да, смысл, все уже. Все-все-все, зараженных все меньше, умирает все больше. Болезнь коронабактерия будет уничтожена. Мир пережил разрушительное бедствие и вскоре и навсегда искоренит болезнь коронабактерия. Погибла масса людей и мир изменился навсегда. Да. Погибло всего лишь 15%. Все. Поражение коронабактерия была ликвидирована. К сожалению, да. Не смогли мы победить в этой игре, но ничего страшного. Это даже хорошо для мира, да? Ну, а ты мой руки с мылом каждый день не менее 20 секунд. Надо мыть руки с мылом. Ну, и спасибо за просмотр. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok